Дети Сварога. Мифы восточных славян. Автор Буйнова Татьяна Юрьевна. Источник Планета Сказок.ру. Глава пятая. Как месяц похитил у Хорса жену, а Китовраз построил храм. Жили себе не тужили светлые боги, но только и в чудесном Ирийском саду случалось всякое. Вот как-то раз, дорогие мальчики и девочки, солнечный Хорс отдыхал перед трудовым днем на волшебном Уяне острове. Вы об этом острове наверняка уже слышали, ведь он древний, как мир. Лежит он за теплым Хвалынским морем, и растут там такие буйные леса и травы, каких нигде больше не сыскать. Оттого и называется остров Уяном. Там всегда тепло и светло, много разных зверей и птиц. А потому боги частенько на тот остров наведываются. Снизу близко от него царство подземное. А если поднять вверх голову, то можно увидеть синюю сварагу. Живет на Буяне острове волшебная птица Гагана. От этой птицы произошли все другие птицы на земле. Умеет Гагана колдовать и творит чудеса. А если хорошенько ее попросить, то может помочь людям в трудную минуту. Но самое удивительное в том, что лишь эта птица дает птичье молоко. Единственное во всей вселенной. И птица Стратим, священная птица Стрибога, тоже бьет гнездо на буйном острове. Молоденькие небесные девы любят искупаться перед рассветом в чистых озерах Уяном острове. И особенно девица Заря-Заряница. Искупается и летит мокрая на небо белым лебедем, чтобы начать день и обрызгать землю росой. Вот и в тот раз, когда Хорс отдыхал на Буяне острове, пошла купаться Заря-Заряница вместе со своими подругами. Зорькой вечерней и ночью купальницей. Да только что-то больно уж задержалось. Никак не хотела из воды вылезать. Вот светлый Хорс ее и увидел. Увидел и сразу влюбился. А раньше им никак близко свидеться не доводилось. Ведь Заря-Заряница первый взлетает на небо. А уж вслед за ней круглый Хорс следует. И пришла тут солнечному богу в голову хитрая мысль. А что и со спрятать ее одежду розовую и птичье оперение? Может задержится тогда девица на острове и удастся им познакомиться? Как задумал, так и сделал. Спрятал одежду и перышки. Вышла из воды Заря-Заряница. Видит, улетели ее подруги. И платья свои забрали, и птичьи пели, чтобы летать в вышине. Лишь ее одежды нигде не видно. Опечалилась девица Заря-Заряница и говорит. Как же мне теперь быть? Не начнется без меня светлый день. Кто забрал мои платья-перышки? Если ты старик, будешь мне отцом. Если девица, будешь сестрой. А если добрый молодец, будешь мужем моим. Выходи, покажись. Тогда вышел Хорс к ней с улыбкой. Полюбились они друг другу. И в тот же день поженились. С тех пор, взявшись за руки, каждое утро на небо вместе поднимаются. Весь сирийский сад праздновал эту свадьбу. И священная Сурья лилась рекой. Радовался Сварок сладою. Радовался Дождь-Бог, Семаргал и Стримок. Радовался Волосат и Велес. Радовались Леля и Жива. И даже Холодная Марена веселой казалась. Только Ясный Месяц по ночному небу плыл опечаленный. Потому что тоже полюбилась ему заря-заряница. Долго страдал от своей печали Ясный Месяц. А потом решил украсть ухоз его жилы. Наверное, это Дева Кривда ему такой советно шептала. Она на темные дела мастерица. Вот только легко думу думать, да не просто дело сделать. И пошел тогда месяц просить помощи у мудрого и смелого Китовраса. Правил этот чародей в далекой стране, у корья лукоморья, что лежит на окраине мира, за горами да за долами, на излучине морской. Днем Китоврас правил людьми в образе человека. А ночью царем зверей оборачивался. И становился тогда получеловек, полуконь. Туловище лошадина, а голова и грудь человеческими оставались. И оказался этот Китоврас так мудр и отважен, что все земные правители почитали за честь спросить у него совета. Надо сказать вам, дорогие мальчики и девочки, что после устроения земли на окраинах славянского мира, на севере, юге, востоке и западе, поселились разные небывалые существа и дивьи люди, чародеи и чудовища, умельцы и воины. Странники и путешественники часто встречались с ними, а потом рассказывали обо всем славянских селениях. И эти рассказы предавались из поколения в поколение. Говорили, что жили где-то там далеко племена певсиглавцев, воинственных людей с собачьими головами. Водились полканы, существа с человеческой головой и туловища, то ли собаки, то ли лошади. В дремучих лесах обитали бериндеи, племена лесных людей, которые одни в целом свете умели оборачиваться медведями. Верхом на богатырских конях разъезжали богатыри-полянницы, родом из славянских племен полян, и искали с кем бы сразиться. А еще были где-то дикие люди с головами, как у птиц. Были люди с лицами на груди, ходили среди гор чудом уцелевшие потомки великанов-аселков. На северо-востоке и ближе к Уралу были целые поселения, низкорослых красивых человечков-копорей, хмуров и чуди-белоглазых, замечательных мастеров, которые могли вдобавок предсказывать будущее. Иногда встречались многоколовые страшилища, одноглазые циклопы и похожие на китовраса кентавры. Назывались все эти удивительные народы людьми Дивия, потому что их верховным правителем и богом был Дивий Тий, самый младший брат Бия, поселившийся на земле. Но все же смелее, умнее и изобретательнее китовраса среди девиих людей никого не было. Лишь один недостаток тайно имелся у китовраса – очень любил мельные напитки. Этим и решил воспользоваться ясный месяц, потому что иначе не согласился бы мудрый китоврас помогать ему в этом деле. Сварил месяц пиво свежего и наполнил им колодец, из которого брал воду китоврас. Напился из колодца чудесный повелитель зверей и людей, охмелел и лишился на время своей мудрости. Тут-то и обратился к нему с просьбой хитрый месяц. Постройка говорит, друг китоврас, для меня летучую ладью, чтобы увезти на ней зарю-заряницу. Очень она мне полюбилась. Не сумел отказать в дружеской просьбе колдун китоврас. И в три дня соорудил большую, красивую воду с парусами, которая могла плавать по небу, будто по морю. На ней и отправился месяц за зарей-заряницей. Приплыл к солнечному дворцу Хорса, в котором отдыхала его красавица-жена, пока светлый бог возил по небу солнце и говорит ей, «Здравствуй, красавица! Посмотри, какую чудную лодку я для тебя добыл! Давай, покатаемся вместе на ней по небесному морю!» Не устояла перед чудом таким заря-заряницей и согласилась на предложение месяца. Взошла на корабль, месяц поднял паруса, и заскользил корабль по воздуху быстрее самой быстрой птицы. Далеко увез зарю ясный месяц, а когда захотела она вернуться домой, сказал ей, «Я люблю тебя, дорогая красавица! Была ты супругой светлого Хорса, теперь будешь женой ясного месяца! Никогда не верну я тебя обратно!» Опечалилась заря-заряница, стала слезы лить, «Только что уж тут поделаешь!» Не вернуться ей обратно в золотой дворец, «В ночном небе придется коротать свои дни!» А тем временем возвратился Хорс домой вечером и не нашел там молодой жены. Тогда к сварогу всезнающему обратился солнечный бог, «Ты скажи мне, хозяин неба, куда моя любимая женушка подевалась?» И сварог ему ответил, «Жену твою, зарю-заряницу, увел на летучей лодке ясный месяц! Ты возьми, златоликий Хорс, мой Турий Рог, да потруби в него во всю силушку! В раз появятся перед тобой все сыновья мои, вместе с ними в погоню отправляйся! Накажи вора по заслугам!» Взял Турий Рог солнечный Хорс, протрубил в него о своей беде, и тотчас же явились к нему потомки всесильного рода и творца сварога. Прилетел огненный Семаргл с острым мечом, прискакал на коне могучий дождь бог, в вихре яростном примчался Стрый, а потом пришел рогатый и волосатый Велес, сын коровы Зимут, и сказал им разгневанный Хорс, «Месяц, воришка, украл у меня жену, помогите мне, родичи, наказать обидчика!» Тогда пустились в погоню светлые боги, летели, скакали, бежали, не зная в усталости, наконец добрались до ночных хоромов месяца. Тут снова протрубил в Турий Рог солнечный Хорс, да так сильно, что задрожал небесный свод и посыпались с неба звездочки, а на земле моря всколыхнулись и полегли дубы в дубравах, а хоромы месяца на куски развалились. Выскочил месяц навстречу богам, увидел, какая сила пришла с ним сразиться, но все равно не захотел миром отдавать назад красавицу зарю. Тогда огнебог Симаргал поднял свой острый меч и разрубил месяц пополам, а Хорс забрал жену из ночных чертогов и привел обратно в свой дворец солнечный. С тех пор бродит один по небу месяц и грустит о потерянной навсегда заре зарянец. Постепенно заживает его рана, вновь разрастается месяц, но Симаргал тут же снова рубит его мечом. Поэтому месяц все время разный. Сначала рогатый и узкий, как серп, которым снопы режут, а потом растет день от дня, чтобы стать круглым в полнолуне, когда Симаргал с мечом снова будет наготовен. Но и мудрому Китаврасу из-за хмельного питья, потерявшему на время мудрость, не удалось уйти от наказания. За то, что помогал он воровать у мужа жену, приказал ему сварок построить в репеевских горах дворец в честь Всевышнего Рода, а значит и в честь всех остальных богов, ведь все они были лишь продолжением и воплощением их единственного и вездесущего прародителя. В этом смысле у наших предков-славян был единый бог, которого почитали через его потомков. Такому богу было достаточно и одного дворца, но сотворить его нужно было таким, какого еще на свете не виды были. Чтобы получилось небывалое, чудесное сооружение, и должен был его сотворить Китаврас вокруг камня лотеря, волшебного, удивительного камня. Испугался Китаврас такого поручения, пошел к светлому Хорсу и сказал ему, «Ты прости меня, солнечный Хорс, за то, что я помогал месяцу в неправом деле. Я готов служить богам любую службу, но только со свароговым поручением одному мне вовек не справиться. Камень-олатырь, чудесный камень, одного моего умения для строительства недостаточно. Словно сама латырь должен храм быть тот вечен и прочим, чтобы ни железом, ни медью, никаким другим камнем нельзя было отбить от него ни в куска. Только вещая птица Гамаюн, которая известна прошлое и будущее, может мне подсобить в этом деле. Лишь ее волшебные песни и ее острейшие когти помогут мне воплотить задуманное». Поразмыслил Хорс хорошенько и велел птица Гамаюн помочь Китаврасу. Вдвоем построили они вокруг белого кипенного камня-олатыря чудесный расписной дворец, посвященный богам, которым все сияло и переливалось, и любой звук становился прекрасной музыкой. Там всегда горели огни, и разные окна смотрели во все стороны света. Там копились чудесные знания богов, и сокрыты в нем были все тайны мира. Позже люди на земле научатся строить дворцы, посвященные богам. Сначала из дерева, потом из камня. Они назовут их храмами и будут вкладывать в их строительство все свое знание и умение, чтобы были их храмы рукотворные, хотя бы немного похожи на то первое удивительное строение, которое сотворил Китаврас и вещи птицы Гамаюн. В центре храма на самом почетном месте всегда будет камень лежать, который тоже назовут Алладырь. Со временем его название немного изменится и будет звучать как алтарь. Но при этом слово намного переживет веру в древних богов славянских. Даже потом, когда наши предки примут чужую веру и постепенно начнут забывать о прежних родных богах, то самое главное место в православных храмах все равно будет занимать алтарь. Вот только о том, откуда это слово взялось, о птице Гамаюн, об умельце Китаврасе люди уже не вспомнят. Слишком давно это было. Только легенда и осталась. Вы прослушали пятую часть Дети Сварога, мифы восточных славян. Как месяц похитил у Корса жену, а Китаврас построил храм. Читал Александр Волков. Китал 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 Александр Волков. Продолжение следует...